Европой и также рабочие группы по изучению России приветствуют всех в очередной встрече русскоязычного хоро-филма «Россия по-русски». Смеюсь сказать, что для всех здесь не секрет, что «Россия по-русски» представляет собой серию встреч русско-говорящих студентов, преподавателей, работников и друзей Индианского университета с носителями русского языка, которые выступают с презентациями о своих исследованиях в общественной деятельности и родных краях. Сегодня мне бы была честь представить Ангелину Юрьевну Козловскую. Ангелина Юрьевна является аспирантом факультета антопологии Европейского университета в Санкт-Петербурге. Она делилась с результатами своих исследований на конференции в России, Индии, Финландии, Белгии, Эстонии и США. В течение месяца семестра она проходит стажировкой в Индианском университете в Институте России и Восточной Европы. Сегодня Ангелина Юрьевна любезно согласилась поговорить с нами на тему своей диссертации «Детская коммуникация вокруг сверхъестественного контекста новой медиа между игрой и реальностью». Встречайте, пожалуйста, Ангелину Юрьевну. Хочу всех поблагодарить, спасибо, что пришли на этот доклад, потому что я понимаю, что эта тема, может быть, звучит достаточно неконвенционально. Не совсем понятно, что имеется в виду. Я попытаюсь оправдать ваше присутствие здесь. Я учусь на факультете антропологии, но мой проект лежит на пресечении антропологии, фольклористики, медиа-сталис, наверное. Но вообще я определяю себя как антрополога детства, и я изучаю детей как полноценных социальных субъектов, как носителей отдельной детской культуры или субкультуры со своими нормами, ценностями, представлениями, верованиями, которые, конечно, связаны с взрослой культурой, естественно, но не являются прямым отражением её. То есть я рассматриваю детей не как пассивных субъектов, которые в процессе социализации осваивают культурные нормы, ценности, а как те, кто каким-то образом перенапатывает их, усваивает креативно в соответствии с тем, с какой-то групповой динамикой, с нормами, ценностями, представлением, которые уже существуют именно в детской среде. И то предметное исследование — это как раз пример таких практик и верования, и представлений, которые не имеют прямого аналога в взрослой культуре, если только по названию. Сейчас вы это увидите. Конкретно я говорю о сверхъестественных верованиях и сверхъестественных ритуализованных практиках. Например, под этим я подразумеваю совокупность представлений текстов, нарративов и практик, связанных со сверхъестественным, которые функционируют в детской культуре. И вот здесь это просто пример того, какие существуют, знакомы ли вам что-то из того, что вы видите на экране. То есть даже здесь становится понятно из этого списка, что эти фольклорные формы встречаются в разных культурах, в детской среде, в разных культурах. Вообще их начали изучать фольклористы где-то в 70-е годы. И больше всего, естественно, довольно предсказуемо, что больше всего работ было сделано в Америке, в Англии, а также в Скандинавии. То есть мы знаем об этих практиках для этих регионов. А в России тоже где-то начиная с 70-х годов уже был интерес к этой теме. Но больше всего, опять же, по понятным причинам, в 90-е появилась публикация. И из этого всего я сосредоточилась именно на практике вызывания духов. А также практике рассказывания страшных историй. Потому что вот эти самые духи, так называемые, или сверхъестественные мифологические персонажи, которых вызывают дети, они являются и персонажами этих страшных историй. И, собственно, что представляет собой практика вызывания духов? Это ритуализованное действие, которое, значит, имеет форму ритуала, предполагает, что ребёнок что-то рисует или на бумаге или на стекле произносит заклинание. А дальше пытается, сейчас я к этому перейду, пытается выявить признаки присутствия вот этого сверхъестественного существа в пространстве, в котором, собственно, происходит это вызывание. Вот. И да, вот здесь просто... Это вообще далеко не полный список персонажей. Он огромный. И он, как это вообще естественно для фольклора, конечно, меняется. То есть, ну, часть остаётся устойчивой, часть меняется, там, с поколением, с изменением контекста. Вот. И пиковая дама, которая, она же, Слайд Мэри, Мэри Уиллс и так далее, Уайт Лэйли, Сварты, Мадам, это в Швеции, есть также аналог в Японии, является действительно... Вообще, привлекало больше всего внимания фольклористов. Но... И, на мой взгляд, есть какой-то перекос в исследовании, то есть мы очень мало знаем в итоге про всех остальных персонажей, но при этом действительно моё исследование показывает, что это сам популярный персонаж. То есть это некая женщина страшная, которая по какой-то причине, по-разному, есть разные объяснения, пытается убить ребёнка, который её может убить, ребёнка, который её вызывает. Но есть ещё и группа персонажей, благотворителей. И интересно, что эти персонажи специфичны для России. Хотя мне не удалось вообще за всё время изучения литературы и интернет-материалов, которые я буду сегодня говорить, найти аналога в англоязычных странах. То есть у нас есть вот эта триада Санта-Клаус, Eastern Bunny и Tooth Theory, но все эти персонажи, они как бы являются приурочены либо к календарным, либо к какому-то событию, и коммуникация ребёнка с этими персонажами происходит через родителей. А вот эти персонажи, они так же, как и вот Пиковая там и так далее, они как бы родители, они не знают про их существование. И дети сами с ними как бы имеют дело. И вот эти персонажи-дарители, они считаются, что они могут, собственно, подарить подарок. То есть к ним вращаются за восполнением желания. И желания у детей обычно сугубо материальные, ну чаще всего, именно по отношению к этим персонажам. И то есть после совершения ритуала предполагается, что вот эти опасные, так называемые персонажи, то есть большинство, могут проявлять себя как-то обосредованно, но это то, что мы понимаем под словом «болтергейст» обычно. То есть это какие-то непонятные там звуки, тени, выключение-включение света, электроприборов, и вообще любые как бы необычные события с непрояснённым источником. А вот, но в случае персонаж-дарителей успех ритуала это предполагает именно мастер-фиальные изменения в мире, то есть появление подарком. Но, соответственно, вообще эти практики всегда существуют и традиционно существовали в двух основных форматах. Это, собственно, ритуализованные действия face-to-face, коллективная коммуникация, в которой происходят ритуализованные какие-то практики, либо это нарративный режим, когда дети обсуждают или что-то. И мои наблюдения показывают, что вообще по большей части они именно обсуждают это и рассказывают о том, как это обычная история с установкой достоверности, где они рассказывают о том, как им или кому-то из их знакомых и незнакомых удалось вызвать этот персонаж. И вот, собственно, персонажи-дарители в звании, они в большей степени существовали всегда в нарративном режиме по понятным причинам. В общем, это достаточно очевидно. Я об этом еще поговорю. Наибольшее распространение они получают в возрасте младшей школы. То есть, начиная с 7-8 лет и до раннего подросткового возраста 12-13-14. И обычно, как вам известно, если вы знакомы, если вы помните с детства или своим детям, вообще все эти практики ссорируются с культурой детских лагерей летних. И поэтому я свою полевую работу проводила в лагере. То есть, я несколько раз ездила в лагерь в статусе помощника вожатого и наблюдала за коммуникацией детей, за естественные. В основном, я даже, как бы, не навязывала, никогда не поднималась в эту тему, просто дожидалась, она там неизбежно возникала. Но иногда я с более старшими детьми беру интервью. но где-то 5-6-7 лет назад произошло изменение и произошло открытие, возникновение нового формата датования вот этих всех практик. А именно появился YouTube. То есть, и у детей появились смартфоны, и доступ к интернету, и они начали делать видео, основой сюжета которых стали вот эти, собственно, вот эти сверхъестественные практики. И этот формат стал ужасным, популярным, очень успешным для бытования вот этих практик. А большая часть видео, которые там просто сотни-сотни видео, там каждый день загружаются десятки, сотни видео, не только далеко, не только в России, а вообще в разных странах. Я просто не могу оценить, мне доступны только, соответственно, поиск русскоязычных видео и англоязычных видео, но и конечно, есть вариации, отличия, но в целом тенденция общая, универсальная достаточно. И большинство видео, подавляющее количество видео, это видео о успехе. То есть дети, там, либо один ребенок, либо группа детей, по сюжетному видео вызывают духа, и дух появляется и начинает себя как-то проявлять. И я хотела показать вам, ну да, например, это просто скриншоты. Пиковая дама и ее аналоги, это вызывание, которое совершается зеркалом всегда. то есть например, при свете в темноте ребенок должен смотреть в зеркало и при свете свечи или сейчас фонарика телефона и предполагается, что в зеркале он увидит эту пиковую даму. Иногда предполагается, что-то нарисовать на зеркале и этот рисунок как-то там должен начать двигаться много вариаций. Ну это просто вызывание каких-то других персонажей. Вообще каждый из этих персонажей предполагает определенный свой способ вызывания. Это обращение к этому коту желаниями. И сейчас я как раз а вот некоторые персонажи даже могут исполнить 7 до 10 как вы видите там я хочу машину айфон 6 с собаку компьютер 5000 рублей вот и сейчас посмотрим видео а звук надеюсь работает а звук мы проверили к сожалению его нет да или только через компьютер то есть нету звука но здесь мало мы наверное услышим да но проблема не так страшно первый говорит так брюки русiya О, спасибо. Отвечет. И всем привет. Меня зовут. Будем вызывать гномика, исполняющего желания. Да. Посмотрим. Правда, это ее муж? Как вы видите, я все уже приготовила. Это он у него никого нет. Дом. Он доказывает, что у него никого нет. Это монтаж мой здесь, потому что чтобы побыстрее. Здесь он нарисовал дом, номер своей квартиры. А это подношение. Традиционный гивень. Подношение духу, за который он должен начать подношение. Гномик, исполняющий желания, приди, исполни желания мои. Гномик, исполняющий желания, приди, исполни желания мои. Гномик, исполняющий желания, приди, исполни желания мои. Так, вот это конфет. Я хочу айпад. Хорошо, уходим в УПО. Он уходит в УПО, там он сидит на протяжении нескольких минут, отсчитывает время, потому что ритуальная схема, вызов дарителей, она предполагает, что после того, как ребенок воспроизводит этот ряд ритуальных действий, он должен на какое-то время перестать видеть то место, где должен появиться. Это либо, в разных вариантах, он должен либо выйти из комнаты, как здесь, либо просто отвернуться, либо выключить свет, либо закрыть глаза и так далее. И вот он возвращается. Не смотреть, не смотреть, не смотреть, не смотреть, не смотреть, не смотреть, поворачивайся. Давайте. Раз, два, три. Офигеть! 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 Это правда! Офигеть! Офигеть! Офигеть, парни! Офигеть! 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 О Это был пример вызова персонажа-дарительного. Большинство этих персонажей предполагают страх, потому что они опасны. Мы смотрим еще одно видео с вызовом страшного персонажа. Но вот я хотела сразу показать вам, как выглядит пример. То есть в Ютубе ребенок может просто снимать одно-два видео, но некоторые дети становятся профессиональными вызывателями и посвящают свои каналы полностью вызовом духу. Вот, например, один из них. И некоторые видео получают огромное количество, тысяч просмотров, некоторые больше миллиона. Некоторые из этих детей ведут каналы уже несколько лет и уже зарабатывают деньги. Ну, понятно, что в этом участвуют как маленькие дети, так и подростки. Причем старше, чем обычно, в обычных подростках уже более старшего возраста тоже в этом участвуют. Но они уже участвуют в этом по-другому. То есть это именно монетизация. То есть они понимают, что они нацеливают свой контент на маленьких детей. Но самое интересное, что для взрослого человека самое неожиданное – это реакция детей. На самом деле, как бы наивно для нас это не выглядит, в комментариях начинаются дебаты настоящие по поводу того, правда это или нет. С приведением аргументов. И как авторы видео, так и зрители используют активно то, что можно назвать рациональным дискурсом или научным даже. Потому что, например, вот этот фантом апокалипсиса, когда он говорит «Смотрите, у меня в комнате никого нет». И также он говорит «Сейчас мы узнаем, правда это или ложь». То есть таким образом он хочет подчеркнуть чистоту эксперимента. То есть как бы выразить его незаинтересованность, успехи. Ну и очень много… Я исследовала отдельно риторические стратегии, приемы, которые и драматические, которые используют дети. Самое интересное еще, что это иногда вот им становится очень плохо в процессе вызова, что интересно, что комментаторы, они тоже используют. Это просто рандомные комментарии, чтобы дать вам картину того, как это выглядит. То есть каждое видео, любое практически видео, под ним в комментариях будет обязательно выражена противоположная, медиментральные противоположные оценки, то есть в защиту или против. Но в целом комментарии скорее негативные, если так взять, большинство комментариев, и они нацелены на то, чтобы поймать автора на подлоге. И это такой разбор по секундной видео с указанием, если вы не видели, на пятой минуте, седьмой секунде, там что-то мелькнуло, это его помощник и так далее. Но при этом, опять, просто пример, обсуждение, которое переходит в буллинг. При этом вот эти рациональные комментарии, рациональные аргументы, они, естественно, размещаются в нерациональное допущение. Кстати, Деда Мороза тоже можно вызвать теперь. То есть если бы он пришел, мы бы услышали еще там, или в Виталии, если бы он действительно принес себе айпад, то он бы был в упаковке и новый. А так, значит, ты все подделал. Но, во-первых, вот это, и опять же, негативная реакция на видео, но из нее не следует, часто не следует разочарование в вере в этих персонажей. Но самое интересное, что в этих редких случаях, когда дети снимают видео, которое заканчивается не успехом, а это может быть как постановочное видео, специальное, то есть с какой-то целью, либо это может быть видео, это случай, когда дети действительно пытаются по-настоящему, как по-честному вызвать духа. Комментарии начинаются ровно противоположными. И вот это начинает обвинять авторов видео в ошибках при смешении в том, которые в других случаях абсолютно никого не интересуют. И давайте, вот, когда мы можем смотреть еще одно видео, то есть я дальше попытаюсь объяснить, в чем причина вот такого противоречивого введения детей и такие реакции. а также попытаться ответить на вопрос частично или не ответить, но порассуждать на тему веры. Потому что, естественно, когда мы говорим об этих практиках, то возникает вопрос, правда ли дети в это верят или неужели они в это верят. Здесь нужно сказать, что мои наблюдения не только вот онлайн, но и во многом наблюдения в лагере показывают, что вот этот вопрос веры, то есть здесь в комментариях обсуждается не только достоверность видео, но и вера в этих сверхъестественных, в персональных вообще. это дискуссионный вопрос не только здесь, но и вообще в оффлайн-коммуникации. И позиция детей по поводу веры, она абсолютно противоречива, то есть они меняют свое мнение в зависимости от ситуации. И один ребенок может сто раз говорить противоположные, то есть сколько угодно раз говорить противоположные вещи. Или, например, типично, когда ребенок говорит там, ну, гномик, это просто как бы фигня, это фейк, это понятно, это все выдумки, а у пиковая дама это сто пудов правды. Сто процентов. То есть это никогда не полный отказ от отречения, как бы от веры, но частичный. И все эти, то есть, особенно как антрополки, я не могу ответить на вопрос, верит ли ребенок или не верит. Но из вот этого, из анализа, как бы коммуникации и поведения детей становится понятно, что они хотят верить в это. и это желание, оно объясняет, детерминирует вот разные особенности поведения. Но также, то есть это все не про веру или неверие, а про неуверенность и любопытство, желание узнать. Но не желание докопаться до истины, как говорит автор видео, а что-то другое. И если мы обратимся к структуре, вообще на чем, ну, хотя тут нужно сделать вступление и поговорить о том, на чем вообще основана вера, может быть, основана вера вот в этих духов и в успешность этих, в силу этих ритуалов. Если мы обратимся к структуре ритуала, то станет понятно, что эти ритуалы вообще изначально устроены так, чтобы сбываться. Например, вызывание пиковой дамы. Как и традиционное гадание, например, известное в России в русской традиционной культуре гадание в зеркало, ну, и во многих других культурах. Были проведены специальные эксперименты психиатрами, я сейчас не даю никаких ссылок, потому что такой формат, но, которые показывают, что люди в условиях плохого освещения, которым было задание смотреть в темной комнате на свое отражение в зеркале, через какое-то время любой человек начинал там несколько групп этих здоровых и условно больных, ну, сразу на психическом плане, все эти группы начинали сообщать о определенных визуальных галлюцинациях. То есть, по сути, этот практик, этот ритуал основан на, естественно, психофизиологическом устройстве человека, и, то есть, он, по сути, должен просто закончиться успехом. Также очень интересно, что в случае, как работает этот принцип, когда появляется новый персонаж, потому что эти новые персонажи постоянно появляются, например, это может быть персонаж фильма ужасов, или называемый криппи-пасты, или, например, такой персонаж, как слендермен, который, знаком ли вам этот персонаж, он появился где-то 8, что-то такое, лет назад в интернете. Это уникальный случай в Польфеоре, потому что мы точно знаем, кто его изобрел и когда. Но после того, как один любитель такой интернет-мифологии изобрел его, он стал очень популярен, и в какой-то момент он тоже перекочевал в эту детскую мифологию, и о нем начали говорить как о реально существующем. И в детской культуре не было способа вызывать его. То есть он мог бы включиться в какую-то уже существующую структуру, но в этом случае как бы вот эта детская культура породила новый способ вызывания его. Он предполагает, что ребенок отправляется в лес или в место, где есть деревья, и потому как мы видим, этот персонаж ассоциируется с лесом. И после произнесения ритуальных слов задача ребенка, то есть слендермен по идее этого ритуала должен появиться где-то среди деревьев. И понятно, что когда мы озираемся в лесу, и нам все время происходят некие зрительные галлюцинации. То есть опять же здесь очень мне просто нравился пример, поскольку каким-то образом вот эта коллективная культура нашла вот такой паттерн, который тоже можно использовать. Давайте посмотрим просто краткий отрывок из такого вызывания с ландерменом. Ребят! Блин, там такое было! Мне кажется, там какой-то... Ребят, вон там видите, поэтаж, я снимаю на телефон, вон там видите, вон тот дерево, который сейчас показывал? Вон там какое-то лицо было, по-моему. Вы же его плавили. И ну просто это очень становится понятно, как это происходит. Вот. То есть помимо психологии... Да, и очень важная концепция, которая помогает просто объяснить суть этого явления, это Legend Tripping. Обычно этот концепт используется для описания так называемых походов в страшные места или заброшенные дома. Это идея состоит в том, что например, очень часто какое-то место, которое считается страшным, по каким-то причинам, с ним связаны определенные нарративы о том, что какое страшное событие произошло в этом месте. Или о сверхъестественных персонажах, которые считаются обитами, что обитают там. и что позволяет группе детей или даже взрослых людей, которые идут в это место, почувствовать что-то сверхъестественное и получить подтверждение. Дело в том, что перед походом туда или во время обычно рассказываются эти легенды или просто участники знают о них. И в этот момент они получают уже готовые интерпретации, которые потом, то есть вот этот нарратив становится интерпретативной рамкой, которая используется в процессе того, как они попадают в это место для интерпретации всех случайных каких-то событий, которые не имеют четкого объяснения. И вот таким образом получение подтверждения существования сверхъестественного духов и интерсионажей. И вот собственно большинство вызываний можно описать тоже через этот концепт, хотя они могут не предполагать физическое перемещение в какое-то место, но работают по той же схеме. Но вот например вызывание вот этих дарителей это более сложный случай, потому что они предполагают физическое изменение в мире. То есть в этом смысле просто настройки и получения интерпретации недостаточно для того, чтобы ритуал подтвердился. Поэтому, как я сказала вначале, вот эти вызывания, вот эти гномики, вот эти феи существовали в основном в нарративной форме, то есть форме металлогических рассказов, меморатов и фабулатов, если говорить языком фольклористики, о вызвании. Или ребенок мог говорить, смотри, вот это мой iPad, а iPad когда существовала там разыгрушка, мне это гномик принес. Но когда появление нового формата, нового инструмента, собственно, видеоустройств и онлайн вот этого онлайн-среды позволило, стало успешным, потому что позволило детям осуществлять вот эту постановку. И показательно, что количество этих персонажей дарителей резко увеличилось. Возникли совершенно много, например, египетский кот, который волнует, потому что я не понимаю его этимологию, то есть его не существовало вот этого, нигде не фиксировалось, возник только в YouTube. Дед Мороз, который всегда был, с ним контакт был возможен только через родителей, теперь становится доступным для ребенка и тоже приносит ему подарки. Поэтому есть тоже огромное количество видео. Но поскольку, как я уже сказала, главное, что движет ребенком в это желание поверить, то по сути можно говорить о том, что ребенок в процессе участия в этих практиках сталкивается с внутренним парадоксом, внутренним конфликтом между зрителем, наблюдателем, который хочет пережить сверхъестественные события и поверить в то, что оно вызвано именно сверхъестественными причинами, и между перформером, который хочет помочь ему осуществиться. в то есть в вызвании дарителей, если ребенок начинает осуществлять постановку сговор, он не может это сделать, потому что тогда он не сможет в это поверить. И это теряет смысл. А в Ютьюбе получается, поскольку эта коммуникация разделяя зрителя и перформера, то вот этот внутренний конфликт разрешается с одной стороны. Но с другой стороны, поскольку раньше все вот эти взаимодействия основывался на коллективном настрое, и он не был доступен очевидно для повторного просмотра, а сейчас это все меняется. С одной стороны, дети получают вместе с Ютьюбом новые инструменты конструирования реальности, желаемой реальности, но с другой стороны, этот же инструмент ставит под сомнение вероятность. Это потому, что делать постановку, особенно в случае маленьких детей, слишком очевидной. И таким образом детям является потребность в новых инструментах конструирования достоверности. И они обращаются к этим рациональным взрослым дискурсам научности эксплуатируют их, используя в собственных интересах. И наверное для завершений просто предлагаю посмотреть вам еще один видеофрагмент. Это вызывание пиковой драмы. все сразу уже поняли по названию видео по этой штуке, что мы сегодня будем делать. Будем себя называть пиковой даму. Ребята, я первый раз в жизни вызываю пиковой даму, это для меня было очень страшно. И раз, два, три, четыре, пять ступенек и дверь. Ребята, я очень сильно боюсь, очень сильно пиковой даму. страшно. Так ладно, я тут все разложила уже. Тут свечку раз, тут свечку раз, две карты пиковой дамы. Смотрим, у меня есть раз пикова дама и два пиковой дама. Кстати, они разные. Кто не верит? Так ладно, что же, давайте перейдем к свече. Камеру можно каплю. Я уже все нарисовала, чтобы не задать, чтобы видео не дальше спички спички выключаем естественно и зажигаем спички спички не зажег? Все сделал правильно. Все так спички убрал. Так ребята все давайте это уже пиковая дама приди пиковая дама приди пиковая дама приди так у есть нож фонарик конечно я буду спасать фонарика шаг пиковая все я не знаю что сейчас по пребе приди в пиковая все отключено я его выключала Капец, там, видите, карта, чё ты, блин, капец, смотрите. Наверное, вот я, наверное, остановлюсь, потому что уже очень много денег. Ну, моя идея состоит в том, что, повторю, что дети получили новый инструмент конструирования реальности, и при этом, как бы, новые вызовы для своей веры, с которыми они, опять же, как-то креативно начинают взаимодействовать и преодолевать новые возникшие вызовы. Таким интересным способом, который я изучаю. Да, вот, Юрий Юрьевна, вопрос такой. Во-первых, да, во-первых, все ли эти вот, все ли видео, которые вы так изучаете, они все существуют, собственно, как видео, которые были загружены, или они появляются сначала как трансляции? Потому что я тоже подумал, что, наверное, с появлением онлайна, как формата, это может даже какая-то чистота изначального варианта изыла возможно как-то сохраниться. То есть это определенно, наверное, должно влиять на то, как они это, как они, собственно, существуют дети, изучают постановку, и что может это ожидать? Они сохраняют эту потом трансляцию как видео или нет? Потому что как-то трансляция, ты ничего не можешь смонтировать. Да, спасибо. Существует и такая форма, но она доступна, не доступна маленьким детям, потому что, ну, как-то они ее меньше используют. Есть вот профессиональные, полупрофессиональные умыватели, как я сказала, которые регулярно, особенно более взрослые, старшие подростки, которые регулярно выходят в онлайн уже по часам и ведут эти онлайн-трансляции. Но, конечно, даже онлайн-трансляции в том-то и дело, что поскольку ритуал устроен таким образом, что персонаж проявляет себя всегда опосредованно, то видео, поскольку объектив ограничивает наблюдаемую реальность, а все остальное другое, не попадающее в камеру, оказывается пространственной домолекуляцией. И в этом смысле, да, видео оказывается просто идеальным инструментом, контекстом для этих практик. То есть, ну, это принципиально меняет сути вот эту онлайн-трансляцию. Мне интересуется о том, что, видимо, что дети в видео знают, как работают YouTube-каналы и бизнес YouTube-а. Например, видео, ребенок сказал, что, like and subscribe for more content. И, so, вы думаете, что формат YouTube-канала влияет на контент-видео? Да, конечно, в YouTube среди этих видеоблогеров вырабатываются какие-то законы жанра, и дети копируют их и тоже начинают использоваться их видео. Подписывайтесь на мой канал – это все, как бы, очевидно, является репликой того, что они видели, что появилось сначала взрослым YouTube. и частично, ну, это, как бы сказать, обрамление, такой фрейм. Можно наблюдать какое-то влияние и в том, как сделано видео. Например, то, что ребенок постоянно говорит, вот сейчас комментируй свои действия, вот я делаю это, вот смотрите. То есть это тоже формат видеоблога, который знаком всем, кто смотрел когда-нибудь видеоблоги. Вот, ну, а в чем еще вопрос? То есть я ответила? Ну вот, да, но по сути, как бы, вот эти устойчивые структуры, элементы персонажей, которые, они сохраняются и переносятся просто в YouTube. Все. Монетизация. Можете немножко больше рассказать про это? Существует, ну, то есть это все… Проблема в том, что проблема и просто характеристика среды, что она подвижна, да, там, и дети растут. И сегодня они, им это интересно, завтра им это неинтересно, они удаляют, например, свои видео, удаляют каналы. Но в один и тот же момент, одномоментно существует, там, всегда несколько, там, десяток и больше каналов, которые с очень, достаточно большой аудиторией, которые принципиально, вот, фокусируются на этой теме, как я уже говорила. И, ну, просто в YouTube тоже там меняются правила, но, по-моему, там, начиная со ста тысяч подписчиков, владелец канала начинает получать какие-то проценты из просмотров. И мой любимый кейс – это, как бы, два друга, которые вели канал пять, по-моему, лет, и они успели вырасти и уже превратиться просто во взрослых людей за это время. Но они были в какой-то момент такими звездами вот этого жанра. И, да, ну, и они, соответственно, да, получали деньги какие-то. Но я не знаю, как конкретно это устроено. То есть у меня не было шансов, я вот сейчас, ну, хочу, как бы, попытаться все-таки с ними, выйти с ними на контакт. Это было бы замечательно. Ну, у меня не было пока что ни разу, чтобы я за все время, когда наблюдала за его дверях, чтобы я встретила ребенка, который бы мне сказал, что он сам снимает именно видео на эту тему. Вот. То есть я не была еще за кадром, что самое интересное для меня. У меня вопрос по поводу понятия веры, в данном случае, в контексте детей. Трансформируется ли это понятие веры под влиянием определенных, под влиянием определенных expectations, поскольку дети обращаются к YouTube-каналам, поскольку есть определенная динамика отношений. И те два видео, которые вы показали с гномиком, есть определенная нотка скепсиса, я бы сказала, в том видео. Это не как ребенок пытается найти правду или найти истину, или представить, правда ли это на самом деле. Мне показалось, что он довольно скептически относится также к этому понятию, хотя использует видео для того, чтобы получить деньги и для того, чтобы получить какую-то аудиторию. Это первый вопрос. То есть меня интересует понятие веры. Как воспринимается вера и что именно дети пытаются донести при помощи этих видео. Либо они ищут правду или гласят правду, либо это тоже, мне кажется, забава. Это первый вопрос. А второй вопрос по поводу игр или верований, или других каких-нибудь YouTube-презентаций. Я точно не помню, как называется эта игра, но была большая такая волна неприятств со стороны родителей и взрослого населения, поскольку те игры подталкивали детей к суициду. Вы говорите про синий кит. Послушайте. Хорошо, я начну с первого вопроса. Может быть, проблема в том, что с первого раза, может быть, сложно воспринять этот материал, или я плохо донесла свою мысль, но вообще, как бы, вся идея этого презентации, его анализ заключается в том, что, как я уже сказала, дети не то чтобы верят или не верят, они как бы… И не то чтобы они играют в веру, они играют с верой. То есть это такая игра, если это можно назвать игрой, то это такая игра, смысл которой состоит в том, что никто до конца не знает, игра это или нет. И есть среди детей принципиальная неуверенность в реальности этого знания. И она работает как и притяжение, то есть в этом и привлекательность этих практик для детей. А также она может работать как бы в обратную сторону, как и вообще вот этот legend tripping. если мы… вот если вы помните, вы смотрите страшный фильм дома, и потом вы досмотрели его, и вы начинаете… если вы как бы пережили какое-то напряжение, испуг, какие-то звуки, которые происходят в доме, это начинает вас пугать. До этого вы их не замечали. И это как раз тот самый legend tripping, потому что вы тоже получили эту интерпретативную рамку, которая уже на сажу, на язву дает объяснение этим случайным событиям. И, например, у меня есть здесь слайд, который я просто не стала показывать, потому что мало времени, но вот очень показательные цитаты детей. То есть есть принципиальная неуверенность. Первая цитата – это когда девочки очень сильно испугались, и неважно, какую позицию выражает ребенок по отношению к этому. Он может быть абсолютным скептиком, но когда уже происходит это событие, происходит вызывание, даже самые последовательные скептики, например, могут испугаться. И когда я спросила одну из девочек, которая была самой последовательной, например, всем другим, она даже не знала изначально, кто такая пиковая дама. И заплакала. Я спросила, почему ты плачешь, и ты говорила, что ты не веришь в это. И она ответила, я как бы не верю, но все равно боюсь. Почему? Потому что я как бы не знаю этого до конца. И то, что усиливает это сомнение, это тот факт, что, как я и говорила в начале, все это знание функционирует в горизонтальной коммуникации в детской среде. И родители, они не являются экспертами в этом. Даже если они как бы выскажут свое мнение, оно не будет экспертно, потому что по-настоящему, настоящая дискуссия на эту тему невозможна. Потому что они относятся к этому всерьез. Она происходит между детьми, которые постоянно как бы подогревают сами вот эту дискуссионность. А вот в случае с девочкой, это непосредственный опыт или опыт ютуба? Непосредственный, да. Это тоже, простите, я перепрыгиваю с одного материала на другой. Это пример из коммуникации в лагере. По поводу видео, опять же, я повторю еще раз свою мысль, которая была высказана в конце. Мне кажется, что тот факт, что дети делают постановку парадоксиональным образом, абсолютно не означает, что они не верят в то, что это вообще-то может прийти. То есть это как бы ситуативно. То есть да, сейчас мы делаем постановку, но вообще-то это абсолютно не означает, что это не может стать правой. В этом принципиальный смысл вообще вот этого типа взаимодействия. А по поводу монетизации, монетизация тоже доступна только, как я уже сказала, ну как бы подросткам, более продвинутым. В большинстве случаев более продвинутым пользователям. маленькие дети, они стремятся не к монетизации, конечно, в первую очередь, а к получению просто социального одобрения, фидбэка и так далее. Это то, что их интересует. Конечно, это тоже просто способ, ну, также, помимо всего прочего, способ просто коммуникации. И вот еще что интересным показалось. Вы упомянули в начале, что, скажем, подростки продолжают делать эти видео, и их аудитория уже... Вот для вас было очевидно, что это аудитория, дети и дети помладше. Я подумал, что такое интересное преломление ритуала, поскольку, по крайней мере, в моем личном детском опыте, когда какие-то дети постарше с тобой проводят сети ритуалов по вызовам, например, опасных персонажей, то это тоже какой-то способ, да, способ, там, усомкновения инициации или, скорее, да, какой-то демонстрации доминирования некоторого. Да, я подумал, что это тоже может быть каким-то искривлением, каким-то вариантом. То есть, ну да, то, что при этом, да, при этом не два каких-то, там, шестилетних детенка в комнате, а, возможно, даже аудитория, там, аудитория, которая побольше, ты не только монетизируешь, но и знаешь, что, да, что... Ну, это как, да, это, наверное, повод для какого-то размышления, наверное, для различного непосредственно социального движения, то, что называется, вот, в основном, в контексте соцсетей, парасоциальные, это парасоциальные отношения. Я не знаю, может, тебя на русский смешно перевожу, но... А что имеется за подспару? Ну, парасоциальные отношения, это... Я слышал этот термин в контексте, когда, ну, условно говоря, общение Ким Кардашьян с аудиторией с Инстаграмом. То есть, когда люди, которые подписаны на Ким Кардашьян, думают, что у них есть какая-то какие-то... какой-то сниг, есть какие-то социальные отношения, что, конечно, не правда, ну, хороший, по-моему, так бы термин парасоциальный. Ну... Да, ну, он не бесспорный, но, вообще, да, я понимаю, что вы говорите, то есть, это именно характерны культуры блогеров, так называемых, инфлюенсеров, всего, что с этим связано, только в YouTube, и в других социальных сетях. Ну, это тема, то есть, у меня нет ответа, у меня есть только гипотезы, ну, или, как бы, вопросы, о которых хотелось бы подумать, мне это очень интересует, меня очень интересует связь между, коммуникация между детьми разных возрастов, вот, в частности, маленькими детьми и подростками, потому что, ну, вот, я просто беру очень определенный, да, сегмент YouTube, а вообще детский YouTube огромный, разветвленный, возможно, дети даже более активные пользователи, чем взрослые в чем-то становятся, и есть очень огромный набор, там, разных жанров, да, как, и в которых работают эти молодые инфлюенсеры, которые действительно нацеливаются именно на младшую аудиторию, и первое, получается, что отчасти, с одной стороны, эта коммуникация универсальна, то есть всегда было так, что там более старшие каким-то образом посвящают более младших, открывают, там, перед ним какие-то, может быть, табуированные темы, вообще новые, там, опыты, знания, а при этом, что принципиально новое, это то, что первый раз, то есть, возможно, первый раз в истории, хотя это очень громкое заявление, именно подростки начинают производить медиа-контент для детей, а обычно медиа-контент, то есть производство медиа-контент для детей абсолютно было, принадлежало взрослым. И мне кажется, что это новое, интересное явление, которое, как бы, я, в принципе, специально не изучала, но мне было бы интересно. в какой степени и каким образом вы, или, может быть, другие исследователи заметили, существуют вот эти виды веры с традиционной верой, я имею в виду христианская вера и мусульманская вера, и так далее. То есть, вот, есть исследования, где, там, скажем, ну, так сказать, для биржи «Дети», также проводят вот эти эксперименты, вот, и, ну, какие там, вы, 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 делали из этого. И, второй вопрос, до какой степени, вот, какие практики вызвали резонанс в общественной сфере, в особенности, вот, со стороны, скажем, вот, православной церкви в России, и представителей, там, мусульманской, и так далее. Я знаю, что там, вот, вот, например, ведется такая кампания против хэллоуина, со стороны, против праздника хэллоуина, вот, в России, а также, вот, намечается вот, такое же явление, вот. Спасибо. Да, это тоже еще одна тема, которая с этим связана, меня очень интересует, но я теперь отдельно занималась, но, как бы, мне встречается в периодически материале, намеки на это. Во-первых, в вот этих обсуждениях, в комментариях, которые, это огромная, вообще, массив информации, который очень много, из которой можно очень много еще бы извлечь, помимо, как я уже говорила, помимо обсуждения достоверности видео, и, там, честности автора, там обсуждается и вообще, опять же, там, дети переходят на вопрос веры каких-то персонажей в принципе, и вопрос веры сверхъестественной в принципе, а иногда и касаются и религиозных вопросов. И я видела это обсуждение, ну, многократно, по разным, под разным видео, такая дискуссия, вот почему, если, значит, почему, если Бог существует, почему тогда пиковая дама существует? Или, но ведь, но существует Бог, значит, пиковой дамы нет. или, наоборот, нет ни того, ни другого, ни третьего. То есть, есть все возможные варианты ответа, но эта дискуссия, она, то есть, обсуждение веры, вот этой, традиционной веры детской культуры, бытикнофологической, она действительно периодически сталкивается, то есть, наводит детей на размышления о религиозной вере. И как это совмещается, это мне очень интересно. Я знаю, что, благодаря своему знакомому, который работает учителем в православной школе в Москве, я знаю, что там тоже это есть, и разница заключается только в том, что, когда учителя узнали о том, что дети вызывают, там, гномиков и пиковую даму, им был сделан огромный выговор, и, конечно же, интерпретация была на этом, что они вызывают сатану, то есть, и вообще это все сатанинство, ну, как бы, это религиозная интерпретация, а в случае просто детей, которые в секулярных семьях и учатся в обычных школах, взрослые могут просто запрещать это делать, но без какой-либо интерпретации, например, или что, просто не пугались. Вот. И, как бы, они более, естественно, индиферентны к этому. Ну, эта тема очень интересная. А второй вопрос, который… А, про реакцию… Ну, то есть… Да, реакцию православных сербов. Периодически детские видео или вот эти, вот эти персонажи попадают в общественное пространство, но, я бы сказала, что, вот как вы, упомянули в этот случай с суицидами. Но, я бы сказала, что, вот, я ни разу не видела, чтобы вызывания попадали в общественное пространство. Скорее, это, можно назвать, это невидимой частью детской культуры. Я сомневаюсь, что кто-либо вообще заходил, кроме меня, из взрослых людей, посерьёзки, там, в этот сегмент, и сидел, изучал его. То есть, потому что, очень часто эти видео просто тяжело смотреть. Просто они, там, для этого по 15 минут, это какое-то дрожание камеры, это очень тяжело. То есть, мне приходится устраивать себе, то есть, я там могу раз в несколько месяцев заняться именно в видео, потому что я просто не могу и не выдерживаю этого. Вот. А дети это, ну, смотрят, да. Вот, и по 15 минут, у них по-другому устроено восприятие. Вот. Далее. Да, причем ещё интересный вот случай с мальчиком, который пиковый дамп вызывал, там какие-то эффекты, которые в видео появились или при загрузке, или, причем, вот эти вот странные зелененькие полоски, они, безусловно, конечно, добавляются в атмосферу. Ну, там было, сегодня утром я искала подходящее видео, и один мальчик, я видела, вообще даже не перевернул, видео было вот так вот, залито. То есть, это не, ну, факт участия важнее, чем, конечно, чем, ну, просто маленькие дети ещё не освоили эти инструменты убеждения, убедительности, эти критерии, это понятно. Я просто хотела быстро сказать про вот эту историю. В Москве у нас есть Центр типологии семиотик и фольклора и группа «Мониторинг актуального фольклора», группа фольклористов, которые как раз сделали большой след на эту тему, в котором один из этих исследователей изучал вот эти группы, как они функционируют, и выяснил, что, по сути, в этих группах не обсуждался суицид, то есть, а если эта тема возникала, то, скорее, участники пытались друг другу это говорить, это делать. То есть, и в данном случае мы имеем дело с той, что, как говорится, называют моральными паниками. То есть, это неправильная интерпретация того, что это тоже какая-то игра. Никто не исключает, что реально могли быть какие-то случаи суицида, но в основе этой игры опять же, игра с верой, игра со страшным, примером которой является и то, что изучаю я. То есть, это близко, то есть, возможно, имеет какой-то общий корень, но я конкретно не занималась этими группами смерти, но факт того, что это неправильно интерпретируется взрослыми, когда они вдруг начинают видеть это и сталкиваются с этим, он как бы очевиден. Это в основном так происходит. то есть, и более того, работ, вот как вы говорили про, очень мало исследованы на эту тему, про детские страхи, это в основном психологические исследования, то есть, интерпологических работ ну, очень просто, очень мало, или их нет. Вот. И в последней же скажу, в основном, в тех фольклористических работах, которые существуют по этой теме, это же вопрос веры не прояснён, ему не уделяется внимания. И описываются эти практики как достаточно внутренне непротиворечивые. И либо исследователи как бы исходят из того, что дети верят в это, там, на определенном множестве потом перестают верить, либо то, что вот это их постоянная перемена мнений, так какая-то подвижность веры интерпретируется как показатель несерьёзности отношения. И тогда исследователи – большинство. Исследователи – большинство. Приходят к тому, исходят посылки о том, что просто вера – это побочная, это какой-то неважный элемент этих практик. Я же в своей работе скажу из того, что вот эта вера, точнее сомнения – это вообще ключевой элемент, вокруг которого всё закручивается. – Есть ли у Вас какие-нибудь данные о том, как родители относятся к обучению детей, которые… – Спасибо. Спасибо, Вы задаёте вопросы, которые все меня, все эти вопросы очень интересуют, но не все из них, большинство из них я ещё не успела освоить. То есть я всё это время занималась как бы анализом устройства, механики вот этого взаимодействия, которое я только немножко пыталась сегодня сказать. Мне кажется, мне очень интересует эта тема про вовлечение, вовлечение взрослых. Я только, может быть, пару раз буквально, может быть, даже один раз, который помню точно, чтобы ребёнок говорил, что он выставал с мамой. А вообще взрослые, ну вот, никак не упоминаются, никогда. Они не присутствуют. И более того, обычно, то есть среди детей существует даже некоторое как бы смутное понимание того, что это что-то запрещённое. И они пытаются это скрыть. И я только один раз за всё время наблюдения в лагере, то есть я была в двух, или в трёх даже, в двух лагерях по две недели и в одну неделю, за всё это время я видела только сотни эпизодов обсуждения, только один эпизод реального звания. И я была допущена туда, потому что я не считала это запрещённым. То есть я как бы позиционировалась так, что я считаю, что это абсолютно нормальная практика. Вот. В лагере позиция ножа, то есть абсолютно хаотическая. То есть они то сами поощряют это, то могут начать запрещать. Вот. То есть там, но действительно они ассоциируются с лагерем, и отчасти являются какой-то его, тоже частью субкультуры лагеря. Вот. Да. И как я, на этой цитате очень чётко показываю, почему, если взрослые не верят духу, почему они запрещают нам их вызывать. Вот. Что тоже как бы подогревает вот это подозрение, что, может быть, всё-таки они существуют. Вот. А если можно, как возник Ваш интерес к этой течении? Да. Спасибо. Изначально меня интересовала детская культура, как я вначале заметила. То есть я, как, что меня интересуют дети. То есть дети, как вот носители своей собственной культуры. И я, а также меня интересовало воображение, или то, что называют коллективным воображением. Потому что, как антрополог, опять же, я имею доступ только к тому, что как-то проявлено. То есть либо я организирую вербальную коммуникацию, или там невербальную коммуникацию, и я изучала то, как вот в игре, как дети, если каждый воображает сам по себе, как они создают общее пространство, общий воображаемый мир, например, игровой. И я изучала вот игру детей вот в эпоху смартфонов и планшетов, как бы в эпоху виртуального. И, собственно, как соотносится воображаемая игра и виртуальная игра. И переходы. И как дети переносят в виртуальный мир, воображаемый и обратно. И в процессе просто наблюдений, там я наблюдала за детьми в продлёнке в школе. И как бы я погрузилась в эту медиакультуру, потому что это было неизбежно. И, собственно, я заметила, что некоторые персонажи вот этих компьютерных игр или вот этих Apple Apps, которые они все загружают, а именно одной конкретной компьютерной игры была, которая со страшным элементом, они вдруг стали обсуждаться как реальные персонажи, не в контексте уже игры. И я поняла, что они как бы мифологизировались. И дальше, вот раскручивая эту тему, я вышла на... То есть, моя тема в диссертации сформировалась, когда я обнаружила эти видео. Потому что, вообще, развивание страшной истории, в 90-х была волна публикаций, а потом интерес спал. И даже было мнение о том, что это все как раз уже исчезло. А оказалось... И мне тоже самое так казалось, что, да, наверное, это уже как бы, ну, сколько можно там... А оказалось, что, наоборот, именно YouTube, он задал новый какой-то... новый... вдохнул жизнь в это. И только все разцвело пышным цветом. Вот. Поэтому тогда мне уже стало понятно, что мне придется просто это изучить. У меня вопрос просто о том, о чем я давно хотел узнать, но боялся спросить. Что все-таки такое «Гроб на колесиках»? Что это воплощает? Это какая-то технофобская штука или это вообще история про грузы 280-х годов? У меня нет ответа на это. У меня была такая дикая и дикая теория, наверное, что это возникло как реакция на эти классные вещи. Я не слышала такой теории, но я... Я не знаю ответа на этот вопрос, но я знаю, что в этот... «Гроб на колесиках» я сейчас быстро отвечу, всегда ассоциируется с таким нарративом, когда ребенку, значит, звонит вот какой-то страшный персонаж вот в «Гроб на колесиках» и говорит, я, значит, да, в своем городе. Потом он звонит, там такая каскад, потом он звонит, я уже в твоем районе, я уже в твоем доме, и я уже звоню в твою дверь. И такая структура страшных историй, вот там, несколько дней назад я рассказала доклад на факультете фольклористики здесь, и мы обсуждали, что всем исследователям в этой истории был знаком этот сюжет. То есть в американском контексте и в ирландском контексте тоже существует. То есть, ну, а про «Гроб на колесиках» всегда именно в этом нарративе. больше? Ну, я думаю, что вот мы очень много узнали про весьма интересную тему, и давайте поблагодарим еще раз. АПЛОДИСМЕНТЫ так. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ